СОЦИАЛЬНОЕ СТОНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТОНОВЛЕНИЕ А чтобы разобрать все более обстоятельного, нет другого пути, как взять науку логики Гегеля и посмотреть, что на эту тему там написано ce «Остановление». Значит, почему я вам предлагаю читать столь серьезную литературу, а не какую-нибудь пустую? Ну, потому что если будешь пустую литературу читать, будешь сам пустой. Никакого становления не получится. Вот скажите, пожалуйста, сможете ли вы за всю свою жизнь прочитать гениальные книги гениальных авторов? А? Сможете? Это маловероятно. А если читать книги просто, так сказать, какие-то слабые, неглубокие и так далее, то это означает, что просто-напросто в своем развитии отставать. И это становление может быть очень долгим. Так вот, что по поводу как выводится становление? Дело в том, что, скажем, у Гегеля не объясняется, что такое становление, а выводится становление. А как оно выводится? Берется чистое бытие. Вот самая первая категория науки логики – это чистое бытие. Так? Что про него можно сказать в самом начале? Что оно есть. Вот это очень хорошо. А что еще про него можно сказать? А больше в начале про чистое бытие ничего сказать нельзя. И, следовательно, в нашем же мышлении, в нашем рассмотрении чистое бытие переходит в чистое ничто. Почему чистое? А потому что мы его только-только вот увидели, только рассматриваем, и еще ничего даже не успели о нем сказать, узнать, понять. Чистое ничто. Вот предметом рассмотрения нашего является чистое ничто. Что нам делать? Ну, рассматривать то, что есть, то и рассматривать. Что вы можете сказать про чистое ничто, молодой человек? Что оно есть. Да, вот товарищ, он уже знает. Про чистое мечто, раз мы его рассматриваем, раз оно есть предмет рассмотрения, что оно есть. Хотя не всякий человек скажет, что ничто есть. Будут говорить, что ничто нет. Ну, как же нет, если вы про него говорите? Как же нет? Он в разговоре есть. Вы уже 10 раз сказали, ничто нет. Даже вот в этой фразе есть ничто. Поэтому, значит, происходит переход ничто в бытие. И вот люди, которые следят за логикой, они должны увидеть здесь уже два перехода. Чистое бытие перешло в чистое ничто, а чистое ничто во что перешло? О, нет, ошиблись. Какое же оно чистое? Чистое бытие было в начале. Просто бытие ничто. Просто бытие, просто бытие. Ага. Ну, я неправильно понял, прошу прощения. Значит, чистое ничто перешло в бытие, а бытие-то уже перешло в ничто. Это уже было? То есть, это для всякого бытие верно. То есть, если для простого, то для всякого. И поэтому этот процесс теперь, который, то есть, вот это вот движение, не может остановиться и не останавливается. То есть, что имеет место? Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, и какой вывод отсюда логический? Какой вывод? Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Вывод какой? Это есть постоянное движение бытия в ничто, а ничто в бытие. Да, значит, имеет место движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. То есть мы нашли третью категорию диалектики. Третью. Вот эта третья категория диалектики, движение и исчезновение, бытие в ничто, а ничто в бытии, еще никак не названо. Как ее назвать? Встановление. То есть в чем здесь особенность мета? Сначала выводится. Вот, вы сначала родились, потом вас назвали родители. Или наоборот, сначала назвали, потом вы родились. Обычно все-таки сначала рождаются дети. Хотя некоторые наметки, как назвать? Если будет мальчик, так назовем, а если будет девочка, сяк, бывает. Но на самом деле это обычный ход. Это сначала появляется, что они потом его называют. Вот в этом и сила гегелевской науки, логики, что там мнение Гегеля по поводу этих вещей изложено не то, а что думал по этому поводу Гегель, или что он считает. Это мы же занимаемся наукой, а в науке не важно, кто сказал. И не важно, что он считает, а важно, что доказано, правильно? Что выведено. А вот выведено, что есть третья категория. И это первая истинная категория, говорит Гегель. Первая истинная категория диалектики. Почему первой истинной? Потому что на самом деле все противоречиво. И все вот эти категории до этого взятые, а всего их было две. Бытие и ничто. Они односторонние. А не бывает ничего в жизни, ничего одностороннего не бывает. Не бывает такого бытия, которое было бы без ничто. И не бывает такого ничто, которое не было бы бытием. Мы сразу установили. Поэтому вот эта вот первая истинная категория, она первая диалектическая категория, вполне диалектическая, называется остановлением. Это уже название. Сначала рождается категория, потом ее называется становлением. Становление. И вот, значит, нам надо рассмотреть вопрос о становлении в социальной жизни, да? Становление в социальной жизни. Что собой представляет становление, период становления? Прежде чем перейти еще непосредственно к истории и к социальной жизни, мы должны поизучать это становление. Какие мы в нем различаем противоположные тенденции? Первая тенденция какая? Бытие переходит... Как называется? Переход бытия в ничто. Как называется? Прехождение. Прехождение. Все приходящее. Прехождение. А вторая противоположная? Возникновение. Вот возникновение и прихождение. Два противоположных движения в одном движении. Возникновение и прихождение. Ну вот, что является примером такого становления в общественной жизни. Вот становление капитализма идет при той власти, которая есть, при феодальной, или сначала революция буржуазная, потом становление капитализма? Сначала зарождается капитализм, а потом уже приводит к революции. То есть капитализм зарождается и становится где? В каком обществе? В капиталистическом или в феодальном? В феодальном. И вот есть такая работа Ленина, которая называется «Развитие капитализма в России». Она как раз про становление капитализма. Потому что, я думаю, тогда вот если бы Ленин раньше прочитал нового логика, он бы назвал ее «Становление капитализма в России, а не развитие». Потому что он берет как раз, как движение, когда не было капитализма, и вот он возник. Это третий том полного собрания сочинений. Ленин писал эту работу в ссылке. Как известно, он по делу о Союзе, в организации Союза борьбы за освобождение рабочего класса был арестован. Конфликт в конфликт. И отправлен в тюрьму. Тюрьма эта находилась, вот угол Шпалерной и Литейного. Вот если с моста съезжаешь с Литейного, то с правой стороны там высокая, высокая стена. Вот он в этой тюрьме прожил, просуществовал год. После этого его отправили в ссылку. И вот если ее другие коллеги в этой ссылке, так сказать, ну как бы преодолевали трудности, Ленин за эти три года написал вот такой толщины книгу. А для того, чтобы ее написать, он просил родных ему высылать статистические материалы. И товарищи, очень хорошие были статистические материалы, лучше, чем сейчас. Потому что у нас сейчас стат управления подчинено Министерству экономического развития. Недавно решили, что если так никак не получается повысить темпы роста, нельзя ли тогда стат управления сделать подчиненным Министерству экономического развития. И сразу некоторый такой рост пошел. Ленин, поскольку он на этот процесс смотрел так биологически, он просил даже газеты. Вот ему прислали, естественно, там пачка газет придет за целый месяц. Он читал каждый день одну газету. Чтобы получилось, чтобы он следил за течением жизни. Не последнее схватить, а что там произошло. Чтобы до последнего дойти, как результат. Как дойти до результата того, что было перед этим. А если человек это перепутает, то у него не будет картины. Причем картина такой, когда она идет от простого к сложному, она прочно укладывается в голове. А если она будет по принципу выхватывания, там услышал по радио, посмотрел по телевидению, выхватил. И нету этой картины движения и развития. А это единственный способ что-то прочное иметь в голове, потому что просто отдельные факты или отдельные события, отдельные элементы, отдельные характеристики удержать очень сложно. Можно их запомнить, но даже если вы их будете удерживать, это будет, как вот Ленин писал про Каусского. У него в голове все произведения Маркса и Энгельса разбиты на разные цитаты. И есть ряд деревянных ящичков в голове, куда эти цитаты разложили. И они действительно в голове деревянные ящички, потому что между ними нет никакой связи. И вот это развитие, это становление капитализма в России по существу. У Маркса такой работы и нету. Почему? Потому что Маркс предположил, что взял страну самую развитую, где в промышленности развивался капитализм. Но предпосылкой было уничтожение по существу производства продовольствия в Англии и замена крестьян овцами. Что и произошло. Выгнали крестьяна и заселили овцами. И стали производить шерсть. И отправлять куда? В Европу, в другие страны Европы, континентальные. И получать оттуда продовольствие. Это было дешевле и проще и так далее. Поэтому у него есть такой исторический очерк в конце «Капитала» первого тома. Но этот исторический очерк не показывает, как развивался капитализм. Он показывал, как в особой стране может развиться. Когда вас кто-то кормит, а если этого нет. Если это Франция, Германия, Россия и другие европейские страны. Так вот, так как произошло в европейских странах, это вот в работе Ленина развитие капитализма в России. Ну и человек, который ее прочитал, он, по крайней мере, достаточно глубоко усвоит и политическую экономию. И будет понимать, что такое буржуа. Что такое мелкий буржуа. Что такое мелкий буржуа, знаете? Не знаю. А вы? Может, это маленький буржуй? Собственник, который ничем не владеет? А? Который владеет большим. Ну что значит большим? Вам большим. Вот Берипаска считает, что у него очень мало. Пресс производства. Все хочет получить больше. И все никак не... И все ему мало. Поэтому вот эти вот люди с аппетитами очень высокими, они все получают. И все им мало, мало. И это все мелкий буржуа по-вашему. Не проходит. Объективные. А? Должны объективные цирка. У вас есть объективные цирка? Если бы я прочитал, они были. Если бы вы прочитали. То есть вы как бы предлагаете мне додуматься, что вы не прочитали. Понятно. Ну вот, мелкий буржуа, хочу вам сказать, что это, к сожалению, хотя об этом везде говорится и везде написано, мелкий бизнес поддерживаем. Ну это то же самое, мелкий бизнес. Что такое мелкий бизнес? Кому это кажется мелким, кому большим? Это разговор. Мелкий буржуа, что это такое? Так вот, у Ленина есть в его работах, правда, политических. Поскольку, скажем, Маркс и Энгельс, наверное, знали, очень хорошо понимали, что такое мелкий буржуа. Ленин тоже. Поэтому они не очень заботились об определениях таких, как бы, само собой. Ну, в ряде мест у Ленина в политических работах неоднократно указывается, что мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Тут, во-первых, это он должен работать на рынок, а не просто что-то производить. Если он не производит на рынок, он может быть и мелкий, но он патриархальный хозяин. А вовсе не мелкий буржуа. А что значит мелкий хозяйчик? Мелкий хозяйчик, если он живет преимущественно своим трудом. Вот если у вас есть наемные работники, двое, и надо определить, являетесь ли вы мелким буржуей или нет, что нужно сделать? Надо посчитать, сколько вы труда затрачиваете. Если вы нисколько не затрачиваете, они двое работают, а вы, значит, бьете баклуши и потом считаетесь барыш, который у вас получил. И смотрите за тем, чтобы они работали. Почему вы так медленно работаете? Да? Тогда вы не мелкий буржуа. Даже если у вас два работника всего, вы не мелкий буржуа, а вы маленький буржуй. Если вы живете чужим трудом. Что называется эксплуатацией? Кто-нибудь скажет? Вот на первом ряду, товарищ, он знает. Эксплуатация. Эксплуатация это что? Это когда буржуи стараются. Что? Эксплуатация бывает не только буржуйская, бывает эксплуатация феодальная, бывает эксплуатация владельческая. Вы мне скажите, что такое эксплуатация? А чего вы меня привязываете буржуев? Буржуев. А? Когда владелец заставляет работать, ну, предучеленность еще. Ну, почему? Ну, вот, вот, тоже заставляют работать. То есть, вот, директор нашего института заставляет работать преподавателей. Как он, директор, обязательно издает распоряжение. Я вас заставляю изучать социальную философию. Кто-нибудь, заранее говорю, кто не изучит, получит два. Что, это разве не заставляют? То есть, как бы, с одной стороны, мы, я там взываю к вашему сознанию, к вашему пониманию и так далее, но это не исключается. Поэтому это не проходит определение, не прокатывается. Какие еще есть определения? А как вы узнаете, вас эксплуатируют или нет? Никак не узнаете. Бедные люди. Вот, наверное, вас не эксплуатируют. Я по вашей улыбке определяю. Значит, вас не эксплуатируют. Раз она улыбается, значит, она эксплуатирует. Соседка уже меньше улыбается. Может, ее соседку эксплуатируете? Так что такое эксплуатация? Кто-нибудь даст определение? Так, ну хорошо. Соседка, который человек живет за счет того-другого человека. Вот. Сколько вы прожили, сколько вас, мама и папа, труда на вас положили. Ай, вот, и вы эксплуататор, и вы, чувство, и не случайно черная у вас такая рубашка. Стыдно. Так вы эксплуататор, оказывается? Ну, у вас мама катала в коляске? Катала. Ну, так это ее труд или ваш труд? Или вы, как бы, водитель, что-либо? Педали крутили в коляске. Педали вас не поставили? С педалями нет. А если поставили, вы быстро там, они сучат хорошо ножками. То есть тоже не проходит. Если вы ей потребляете чужой труд, и бабушка на вас, и дедушка какой-то труд потратили. Правда? Вот, все это. Такого не будет. Не исключено, что вам придется еще много труда потратить. И вам тоже. Своего. На других. Так что, тут что-то нет в определении того, что необходимо. Если вы не сказали, что чего-то одного необходимо, получается, ерунда. То есть присвоение чужого труда не всегда эксплуатация. Правильно? Правильный вывод? Правильный вывод. А когда это эксплуатация? Кто-нибудь может додуматься? Когда при этом ты сам еще трудиться можешь, но этого и не делаешь. Когда можешь трудиться, и не делаешь, да? То есть вот те, которые на пенсию раньше выходили, тут правительство озаботилось о них, пусть еще пять лет поработают, потому что оно еще может трудиться. Кто еще не умер, пусть работает. А иначе, прямо эксплуататоры эти, прямо те, которые могут трудиться, то есть их общество оплачивает, пенсию им платят, а они колоти. Могут трудиться, они не работают. Так получается. Так, ну, эту загадку я вам разгадаю очень просто. Определение, эксплуатация, такое-то присвоение чужого неоплаченного труда. Чужого неоплаченного труда. Во-первых, тут есть такое важное обстоятельство, что труд неоплаченный, потому что если вы все время присваиваете, это что, вы сами что ли делали этот телефон? Небось его в Китае делали. Ну, так еще, вы присвоили чужой неоплаченный. Я думаю, если у него... Чужого оплаченный труда. А, оплаченный? Да. Ага. Тогда ничего. Но чужой-то присвоили труд. Так. Чужого неоплаченного, если труд при этом не оплачивается. Причем, сколько оплачивается? Часть оплачивается, часть не оплачивается. На этом построено капиталистическое производство. Оплачивается рабочая сила. А труда рабочей силы вырабатывает гораздо больше, чем идет на само воспроизводство этой рабочей силы. Поэтому получается, что основная масса труда, и это неоплаченный труд. Вот скажем, в современном капиталистическом обществе, в российском, за час труда вырабатывается зарплата, которую ему платят. А остальные семь часов он работает на кого? На капиталист. И все по-честному. В каком смысле по-честному? По-честному в смысле рынка. В смысле товарного производства. Поскольку товар, рабочая сила покупается, как товар. Сколько там ваша стоит рабочая сила? Сколько вам нужно для нормального производства? Посчитаем. И столько я вам и заплачу. Остальное все мое. Почему? Я купил вашу рабочую силу, как товар? Купил? Ну, я использую 8 часов. А сколько я, сколько за час, или за два, или за три, там воспроизводится стоимость вашей рабочей силы? Это уже не ваше дело. То есть, что продают люди? Люди продают, если, скажем, продавали крепостного крестьянина, это другое дело. Селиком, аж по трахами. Можно было купить. И тогда вот сколько вы бы не работали, это все, все можно забрать. Правильно? Почему не забирает все помещик? Потому что нужно ему живой, крепостной. Чтобы крепостной, он пусть там на своем участке три дня в неделю работает, и чтобы у него там были дети, и чтобы у меня крестьян было все больше и больше. Поэтому давайте там работайте, в Руси. Но при капитализме по-другому, это не важно кто. Эти умрут, другие придут. Важно, что вот я у вас купил, купил, что? Я, так сказать, вас дальше не касается. Но я купил не человека, а рабочую силу, а вы продали. А почему вы продали? А потому что у вас больше ничего нет. А что вы еще можете продать? Ничего. А раз вы ничего не можете продать, то можно купить вашу рабочую силу, обладателем которого является. А что такое рабочая сила, вы знаете? Нет? А то я что-нибудь скажу, а потом думаю, а что я сказал? Товарищи не знают же, что это такое. Что такое рабочая сила? Я лучше помолчу. Лучше помолчу. А вот там на задней скамейке вы, наверное, знаете, что такое рабочая сила. Что такое рабочая сила? У вас есть рабочая сила? Ну что такое рабочая сила? Это очень важно. Вот это определение в капитале Маркса есть. Причем как можно запомнить это определение? Да никак его не запомнишь, если уберешься отдельно, само по себе, отдельно от того, что было перед этим и отдельно, что после этого было, потому что оно не зацепляется, вернее оно может попасть, но после экзамена точно улетит. Поэтому, чтобы оно не улетело, надо понимать вообще роль, понятие рабочей силы. Пока думали люди, что при капитализме продают труд, так Адам Смит писал, и так Рикардо, и такая даже догма Смита была, если труд продают, то от того, что продали этот труд капиталисту, а потом он продает продукты, тогда нет никакой эксплуатации, не объясняется эксплуатация. Эквивалентный обмен, если есть, то продали труд в одной форме, получили труд в другой форме. Вот у них был в одной форме труд, а сейчас другой у вас. И когда Маркс дошел до этой мысли, в первых работах у него этого не было, вот он понял, что продают-то не труд, а рабочую силу, то есть способность к труду. Понятие рабочей силы – это способность к труду. Я купил вашу способность к труду, а дальше я ее использую. Купить я ее, эту могу, раз у нас не феодализм, на какое-то время там. Ну сначала на 14 часов, потом на 11 с половиной, потом на 8 часов. Вот на 8 часов. А раз я купил, то я и распоряжаюсь вашей рабочей силой, команду ей. Вот вы все должны мои распоряжения выполнять. Почему? Я ее купил. Вот как только отзвенит. Вот все. Идите, и что хотите делать. А до этого вы будете делать то, что нужно в соответствии с задачами производства и так далее. То есть способность к труду, а более полное определение звучит так. Это совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются всякий раз в ход человеком при производстве материальных благ, при производстве материальных благ. То есть рабочая сила – это совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход, при производстве материальных благ. Вот у меня есть рабочая сила? Как вы считаете? Я сейчас ее использую? Что, материальные блага? Какие я материальные блага создаю? А вы что, запишите, что дописано-то? Читайте. А я что сформулировал? При производстве чего? Духовных материальных благ. Материальных благ. Не духовных и материальных, а материальных. Рабочая сила – это совокупность физических и духовных потенций, которые у вас есть, которые используются, которые всякий раз пускаются в ход при производстве материальных благ. Когда вы материальные блага будете производить, то вы своей, конечно, головой будете соображать. То есть использовать свои духовные потенции, не только физические, правильно? Но при производстве материальных благ. А что касается умственного труда, это совсем другое, это само осуществление индивида. Вот вы думаете, и я думаю, ну я за это деньги получаю, а вы нет еще пока. Видите разницу? А формальные стипендии есть, так что вы тоже получите деньги? Нет, формальные стипендии – это для того, чтобы вы не умерли. Или наоборот, чтобы вы умерли, если вы будете жить только на стипендию такую. Как посмотреть? Она не зарплата, она не зависит от ваших результатов, а это вам на поддержание. То есть так же, как и пенсия. Пенсия тоже, вот человек уже не участвует в материальном производстве, а пенсию он получает. Это значит, кто-то должен создавать материальные блага, эта часть материальных благ переходит к пенсионерам. Значит, вот мы знаем, что такое рабочее силы – совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ. Вот надо посчитать, сколько нужно потратить труда и средств для того, чтобы человек нормально мог воспроизводиться. Имея в виду, что работник, он должен иметь семью, он должен потреблять материальные блага, жить, деваться, иметь квартиру, крышу над головой и так далее. Вот я в свое время такую сделал небольшую книжечку «Политическая составляющая социально-трудовых конфликтов», которая издана была в Санкт-Петербургском политехническом университете. Вот она висит на сайте московского отделения фонда рабочей академии под названием «Политическая составляющая социально-трудовых конфликтов». И там, в этой книжечке, сделан расчет стоимости рабочей силы, работника современной России. И расчет этот примерно дает 164 тысячи. Примерно. Расчет этот делали товарищи докеры во время забастовки. Они во время забастовки, те докеры, которые освобождены от работы для ведения переговоров, они вот эту задачу решали под моим руководством. Ну и поэтому они достаточно много получают, у них 80-90 тысяч. То есть они так примерно представляют, кто сколько стоит, где сколько и по чем кредит взять. И во что это, так сказать, упирается. Скажем, если поставить задачу такую, может ли человек... Какая для нормального воспроизводства должна быть квартира? Например, первый вопрос. Для нормального воспроизводства работника. Если это квартира, если считать, что нормальное воспроизводство, то население России не умирает. Сколько нужно иметь членов детей в семье, чтобы население России не вымирало? Минимум двое. Если минимум, если будет двое, будет вымирание. Надо иметь 2,4. Но 0,4 не рождается, значит надо иметь... Вот есть так, в математике даже целочисленное программирование, что тут только целым надо брать. У нас в семье 2,4 ребенка. Такое может быть, нет, не может быть. Значит, три. Ну а три, и вот считайте, значит надо считать для воспроизводства работника, чтобы это имелась семья, в которой пять человек. Двое взрослых и трое детей. Значит, сколько надо на пятерых детей? По-хорошему четыре, четырехкомнатную квартиру. Для того, чтобы можно было... Имея в виду, что, скажем, у вас из троих детей будут две девочки, или один мальчик, или два мальчика и девочка. То есть, чтобы у вас разнополые дети, как правило, получается. И, соответственно, две комнаты нужны на детей, ну и одна спальная, и одна у вас какая-то общая комната. Еще и заниматься же надо, готовиться. Ну и сколько стоит такая квартира? Сколько? Четыре, шесть, семь. Скорее, по шести, да, вы будете через... Да. Шпицы, по деревне, если... Четыре, четырехкомнатная квартира, да, четыре, да. Ну что, с Акраины в школу пойдут ваши ребята? Если есть, не Акраина, шесть, семь. Шесть, семь. Ну вот шесть, семь миллионов. Как дальше считать? А дальше считать надо так. Берем, сколько человек, скажем, если мы будем считать, что он 25 лет работает, сейчас это все уже не годится. Но теперь он будет работать не 25, а 30 лет. Но я считал, 25 лет он работает до пенсии. Ну, примерно 25 лет. 25 лет – это 12 месяцев в году. Это 300 месяцев. Значит, каждый вот этот расход такой на квартиру делим на 300. Вот когда вы поделите, это 6-7 миллионов на 300, и получится где-то у вас под... Что вам нужно ежемесячно только на расход на квартиру иметь, вот если вы все время, всю жизнь будете работать на эту квартиру, иметь примерно 160, там, 155 тысяч рублей и так далее. И так все остальное. Питание, образование, учебники, книги, одежда, обувь, телефон. Вот, где он надо же вам... Если он у вас для нормального воспроизводства или деградации, если для нормального, то надо его тоже в расчет взять и так далее. Но это вы можете посмотреть. Вот. То есть, вот, есть рабочая сила, она имеет определенную стоимость, а работник создает стоимости. В чем потребительная стоимость рабочей силы? В том, что она обладает свойством создавать стоимость больше, чем пошло на ее создание. Намного причем больше. Вот, если, скажем, даже платить вот 164 тысячи, то, как вы понимаете, если сейчас одна восьмая рабочего дня идет на то, чтобы воспроизвести зарплату свою, значит, если это сейчас у нас в среднем 30, да, ну, в пять раз где-то больше будет. В пять раз. Ну, даже в шесть. В шесть раз, если больше будет зарплата, в пять раз это будет в пять раз 30 на 150, да? Ну, вот в пять раз будет больше. Так, это пять частей получается. Пять частей. А человек работает восемь часов. Три часа будет как раз нормально для этого самого, для капиталиста. Почему нормально? Потому что вы умножьте вот эти три часа, сколько они означают, допустим, 30 тысяч, это 90 тысяч. И умножьте на тысячу, если тысяча человек на фабрике. 90 тысяч на тысячу, сколько получается? 90 миллионов. Он будет получать капиталист в месяц, в месяц, в месяц, каждый месяц 90 миллионов. 10 месяцев 900 миллионов, да и еще два месяца. Ну и почти миллиард. Почти миллиард ежегодно. Обычный капиталист на обычном предприятии, при том, что вот он будет по стоимости. Вот Маркс предположил в капитале продажу рабочей силы по стоимости. Чего нету? У нас намного ниже стоимости, и это вообще большая редкость в мире, чтобы по стоимости получали работники. Это эксплуатация. И вот, когда мы говорим о становлении капитализма, это мы говорим о том, что меняется форма эксплуатации. Была какая работа? Человек сам на себя работал. Или на помещика. А теперь он либо уходит от помещика, и этому способствует буржуазия, и в частности, может быть, она решительно способствует организации буржуазной революции, чтобы в ходе буржуазной революции ликвидировать помещище землевладение. А наша в российской буржуазии оказалась трусливой. Временное правительство не отобрало у помещиков землю и между крестьянами, а не разделило. Поэтому она не способствовала развитию капитализма. Буржуазное правительство временное не способствовало развитию капитализма. А вот погнать народ на войну – это пожалуйста. И вот этот процесс становления буржуазного строя – это процесс укропнения капиталистических предприятий. Одни опускаются из мелких буржуаз, мелкие хозяйчики, работающие на рынок, они падают вниз, еще больше беднеют и становятся кем? В населе они становятся батраками. А кто такой батрак? Это сельскохозяйственный пролетариат. сельскохозяйственный, наемный, рабочий. А кто такой кулак? Это кто? Вы знаете, какой кулак? Наниматель этих рабочих. Наниматель. Не просто наниматель. Ну, нанял я, я вот наниматель. Наниматель, я вас нанял, чтобы вы весной меня помогли вскопать. А и вы меня наняли осенью, чтобы я яблоки вам помог собрать. Вы стояли на дереве были, а я с корзиной стоял, вы туда кидали. И вы наниматель, и я наниматель. Это не глубокое такое определение. Дело не в том, что он наниматель, а он покупатель рабочей силы. А другой продавец рабочей силы. Так вот, более того, если человек зажилочно живет, он кулак или нет? У него есть корова, котка, лошадь. Так? Телега у него хорошая, и бричка даже есть. Это что, говорит о том, что он кулак? Нет. А что, вот какое определение кулака? Если он покупает рабочей силы. Если он не просто покупает. Купить-то и дурак может. Но если он главным образом живет за счет эксплуатации чужого наемного труда. А если он покупает, а основной труд, вот скажем, представьте семью, у нас в России 13 человек, детей только одних 13 человек. Вот они стали взрослыми. А если там одни мальчики в этой семье, они все здоровые мужики, 13 человек дают отец с матерью. И плюс они еще 5 человек имеют наемных работников. Они живут за счет, преимущественно за счет своего труда или за счет труда чужого неоплаченного. Ну, если преимущественно за счет своего, они не эксплуататоры. Они эксплуатируют какую-то часть людей. Но главный источник у них не эксплуатация. А вот кулак – это тот, для кого главным источником дохода является эксплуатация, присвоение чужого неоплаченного труда. Это такой непростой вопрос. И люди, которые даже занимались, так сказать, раскулачиванием, не очень понимали, кто кулак, а кто не кулак. Если вы не очень понимаете, и до конечного они тоже не понимали, поэтому отнеситесь спокойно к тому, что они не понимали. Я отношусь спокойно к тому, что вы не понимаете, и вы должны отнестись спокойно, не нервничать по этому поводу. Ну, что делать? Это не так просто, это понять. Значит, кулак – это сельский капиталист, он должен жить прежде, еще за счет чужого неоплаченного труда. И вот таким образом развивается капитализм в деревне. И появляются батараки, то есть сельскохозяйственный пролетариат, середняки, то есть мелкие буржуа, мелкие ходячики, работающие на рынок. Они и не батараки, и не эксплуататоры. Сами они производят и выносят на рынок, и так живут за счет своего труда. Живущие своим трудом. Мелкие буржуа – это не маленькие буржуи, это вообще не буржуи. Мелкие буржуи – это мелкие ходячики, работающие на рынок. И, наконец, кулаки. Это не те, которые, средние крестьяне, которые используют иногда наемный труд, или используют даже систематически, но меньшую долю получают труда, дополнительно, чем сами затрачивают. То есть живут преимущественно своим трудом. Это все середняки. То есть мелкие буржуа. А как только он главным образом живет за счет эксплуатации чужого неоплаченного труда, он уже не мелкие буржуа, а гулак. Или капиталист сельскохозяйственный. Вот прошло это самое становление. Это вот пример одного становления. Теперь берем становление социализма. А социализм – это что? Кто знает, кто же такой социализм? Не слышали такое слово? Ну, что такое социализм? Кто знает? Можно я скажу? Я знаю. Социализм – это коммунизм. Но в первой фазе. Такой коммунизм, который еще только выходит из старого строя, из капитализма. И поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Вот и в этом написал Марк. Критики Готской программы. Ленин – государство и революция. Поэтому социализма отдельного такого способа производства нету, социалистического строя нету. Это коммунизм, но не развитый. Ну, вот вы сейчас, молодые же люди, можно сказать, что вы молодой человек. Но вы же человек или просто молодой, но не человек. Вы же не львушка от этого, что вы молодой. Ей так что, плохо, что ли? То есть это вот… Потом, у вас есть родимые пятна? Вот по вам можно узнать, кто у вас родители? Вот я если увижу людей, и среди них будут стоять ваши родители, на вас посмотрю, я их, наверное, угадаю. Это возможно, а возможно и нет. Но во всяком случае, не бывает таких детей, которые не имели бы следов своего происхождения от родителей. Правда? Привычки бывают, и голос бывают, и прически, и что хочешь. И даже некоторые манеры берут. Ну вот в этом смысле, если социализм выходит из капитализма, кто мама этого? То это коммунизм, выходящий из капитализма. Кто мама этого коммунизма? Значит, он выходит из капитализма. Кто мама? Коммунизма. Капитализм. Ну, капиталистический строй, это и есть вот родитель, так сказать. Поэтому, а может быть такое, чтобы выходил какой-то строй из другого, и никаких следов этого не было? Вот пока эти следы остаются, вот это называется неразвитый, неполный, незрелый коммунизм. И вот этот вот неразвитый, неполный, незрелый коммунизм со следами капитализма, со следами своего хождения из капитализма, и называется социализмом. Поэтому социализм – это не что-то такое просто праздничное. Это незрелый коммунизм, неполный. Люди, которые этого не понимали, придумали дурацкую концепцию развитого социализма, дескать, что есть развитой социализм. А если коммунизм это не разве, коммунизм, если его развить, то будет что? Просто полный, нет, полный коммунизм. Коммунизм, он и так уже есть, он и так уже есть, он будет полный коммунизм. Незрелый, и станет зрелым, неспелый и станет спелым. Поэтому это нелепость, так сказать, про социализм считать, что это вот зрелый, но, или развитый, но неполный коммунизм. Такого не бывает. И, следовательно, для того, чтобы из капитализма получился коммунизм, надо, чтобы прошел процесс чего? Становление этого самого коммунизма. Вот поэтому, и то, о чем мы сейчас говорили, говорит о том, что между капитализмом и коммунизмом лежит переходный период от капитализма к коммунизму. У нас он в Советском Союзе занял место, время 1917 года по 1936, примерно, по 1936, 18 лет. То есть 18 лет мы где жили? В каком периоде? Это в периоде переходном. Вот сейчас говорят, вот в Китае, вот говорят, вы же говорите, социалистическая страна, а там социализма еще нет. Ну как нет? Есть там и социализм, и капитализм, есть разные формы производства. Но так, чтобы все производство было коммунистическим, конечно, нет. И не скоро будет. А с чего, можно сказать, кто это придумал, что бывает скоро переход к коммунизму? Откуда такая может быть скорость? Значит, что на второй день после революции произошло социалистической в России, когда к власти пришло советское правительство? Какая была экономика 8 ноября в России? Капиталистическая. Так, хорошо. 8 декабря. Так, 8 января. А что это все произошло? То есть, вот экономика была... А когда вот... А что было сделано для того, чтобы началось становление в экономике, чтобы началось становление социализма? Вот когда землю разделили между крестьянами, это к чему привело? Это какая мера? Социалистическая или буржуазная? Социалистическая. А что тут социалистическую-то разделить-то? Ну, что социалистическими разделить? Была... Были крупные лазифунди, помещище. Взяли, разделили на мелкие кусочки и раздали. Это какая получилась собственность? Частная. Частная. А вы что, не знаете, что социалистическая на основу, на общественную собственность? Частная. Мелкие частные собственники. То есть, это мера какая? Это должно было сделать временное правительство по-хорошему, а оно не сделало, его прогнали. Народ его прогонял, потому что оно не сделало то, что должно было сделать, разделить по едокам. Вот разделили, и пошел этот процесс. Одни беднели, другие богатели. Там же в крестьянстве мелкие буржуи были, они производили на рынок. Поэтому там этот процесс развития капитализма в деревне не только продолжался, а пошел более быстрыми шагами. Вот что произошло в деревне. А что произошло в городе? Что вообще в городе сделано было советским правительством для того, чтобы для становления коммунизма? Что-то было, нет? Или ничего не сделано до 8 января 2018 года? Ну что-то было хоть? Или ничего не делало? Сидят там народные комиссары, ничего не делают. Значит, был установлен сразу, в первый же день, установлен рабочий контроль, декрет о рабочем контроле. Что такое рабочий контроль? Ну, допустим, можно студенческий контроль установить за моей работой. То есть вы внимательно на меня смотрите и слушаете внимательно, чтобы контролировать, не буду ли я какую-нибудь афинею там внести. И в соответствии с программой, которая вам была выдана, да? Это важно же. Это неплохо ведь. Контроль вообще плохое дело. И сам человек должен себя контролировать. Если вы меня еще будете контролировать, мне же хорошо. Правильно? Внести сам. Знаете, как трудно самому контролировать? Ужас. А тут как раз люди сидят и контролируют. Это отлично. Что такое рабочий контроль? Рабочий контроль давал право управления предприятием? Да или нет? Я, скорее всего. Нет, конечно, не давал. А что тогда делали? Вот пришли рабочие. Раз это закон о рабочем контроле, декрет, правительство, вот вы вас направили, вас, вас, у вас, троих человек. Приходите вы к директору или к капиталисту. Здрасте, здрасте. Мы вот в соответствии с декретом о рабочем контроле назначены. Будем контролировать вашу работу. Ну, тот уже знает, что было вооруженное восстание. Тут и люди вооруженные ходят. Он говорит, ну, контролируйте. Ну, будем контролировать. А как вы будете контролировать? А вот сядем у вас в кабинете и будем просто на вас смотреть и слушать внимательно. Вот если будете, вот у меня тоже, вы сидите и слушаете на лекции. А потом уже знать будете то, о чем я говорю. Правильно? Ну, а если они будут сидеть и слушать, что говорит директор и как он руководит, да, хозяйством, значит, они два месяца, если просидят, кое-что узнают. Это первое. Второе. Наверное, вы понимаете, что если за время вот это переходное, когда предполагается, чтобы эта собственность будет потом общественная, да, вот в этом состоит становление экономики коммунистической, а собственность пока частная, значит, они будут, нет ли такой возможности исключить это? Взять, открутить какие-то вещи от станков, очень важные, после которых станки эти превращаются в груду железа. Нет ли такой опасности, что вот граждане-капиталисты, к которым пришли такие бравые контролеры, вот они успели до того, как вы пришли, уже открутить и в него фонтанку выбросить это все. И после этого можете обобщесвлять средства производства, национализировать, это все пустое, потому что ничего нельзя сделать. Поэтому рабочий контроль должен гарантировать, чтобы не было таких актов, попытки нарушить производство. То есть вы контролируете, что продолжайте, продолжайте, продолжайте. То есть первая задача, чтобы продолжалось производство, вот в чем должен стоять контроль. А вы должны посмотреть, как это организовывается, производство. А если вы нисколько не смотрели, вы ничего не сможете управлять им, правильно? Поэтому национализация, то есть такой акт взятия собственности, решающих средств производства, прошла когда? В России. В каком году? Ну революция, все знают, про революцию. Так еще революция, это не самое главное, это революция, это предпосылка к тому, чтобы изменить форму собственности. А когда? Национализация прошла, кто-нибудь знает? И я говорю, тут у нас сидят японцы или русские люди, они знают вообще в России, когда в России была национализация средств производства. А вот там русские люди, извините, пожалуйста, тут японцы сидят, японки. Вам острова не нужны? Нет? А то тут недавно выступил мясников такой из уральских пельменей. И раз такую песню пел о том, что вот Россия, щедрая страна, она два острова хочет нам отдать. Накоси и выкуси. Вот и мы, японцы, и летали по небу, и спускались под воду, и никак не можем найти эти два острова. И Россия, щедрая душа, она предлагает и другим странам все те же с красивыми японскими названиями. Накоси и выкуси. Эти острова. Ну так все-таки, я думаю, правильно будет, если мы будем немножко историей своей страны, особенно то, что вошло в мировую историю, потому что больше всего это изучают. А что вообще произошло после революции, правда? Ну что сейчас изучать? Что сейчас такое происходит, скажите? Ну ничего особенного сейчас и не происходит. Что пенсию будет на пять лет позже люди выходить, это что ли изучать? Ну хуже станет людям. И что такого? Что такое великое в этом есть? Короче говоря, вот мы сейчас рассматриваем с вами становление. У нас-то задача есть? Становление. То есть таким крепким шагом, крупным было, национализация после рабочего контроля. Все национализировали или не все? Не все, конечно. Мы что, сумасшедшие национализировать все? Потому что Ленин говорил, что даже то, что мы национализировали, да нам это не переварить. Столько, сколько мы национализировали. Поэтому национализировали решающие средства производства. Что значит национализировали? Объявили их собственностью государства. Поэтому директор рука говорит, у нас были служители, до свидания. Уже совсем другое. Вот вы, вот трое, все сидели, сидели два месяца. А такого-то числа, января, говорите, ну так как, будете работать на советское государство или не будете? Если на советское государство, у нас там льготы сейчас. Для тех, кто является буржуазным спецом и переходит на сторону, так сказать, работать на сторону советского государства, норма парт максимума не соблюдается. Вот для членов партии 500 рублей и все. Остальное партийную кассу, чтобы не лезли в этих большевики, в коммунисты, вот, карьеристы всякого рода. А для вас, вот для вас, и для военспецов. У нас, скажем, офицеры царской армии вовсю, в Красной армии воевали. И, так сказать, работа эта была очень важная и нужная. Причем в Красной армии более высокие чины, чем в Белой. Вот есть такая книга Бушкова. Он много всяких исторических, фантастических книг написал, а потом вдруг стал писать о Сталине. «Красный монарх и ледяной трон». Две книжки по 50 тысяч экземпляров каждая. Ну и там он рассказывает, и данные приводят о том, что в Красной армии более крупные военачальники были, чем в Белой армии. Вот и там были царские офицеры, и тут были царские офицеры. Откуда их взять? Это вот люди, которые знают военную науку. Без науки не победишь в гражданской войне. И вот, кто победил в гражданской войне? Вот царские бывшие офицеры, плюс комиссары, плюс красноармейцы, собственно. Вот они и победили. Так, национализация, значит, часть. Вот этот национализированный сектор, он что, он дает общественную собственность? Ну, вы объявили собственностью, и что? А что изменилось? Ничего не изменилось. Значит, для того, чтобы появился сектор общественной собственности, то есть коммунистический уклад, для этого надо направить производство в общественных интересах. Когда у нас первый план стал, появился план ГЛРО? Не помните, в каком году? Японцы не могут вспомнить. Он письма другу пишет сейчас, на интернет зашел. Мы, это русские люди, мы хотим узнать, когда у нас появился план ГЛРО. В 20-м году. В 20-м. Это уже не по-моему, а по интернету. Если я правильно увидел. Да, в 20-м году. Значит, смотрите, 20-й год, идет становление коммунизма, да, в России. 20-й год, и что? Планирование было ничто. И вот оно только стало не ничто в 20-м году. А, значит, как только вот уже планирование не ничто, то уже по единому плану часть предприятий, которые были раньше национализированы, можно направить. А до этого? Вот, а до этого они как действуют? Ну, то, что вы раньше производили, то и производите. Кому вы раньше продавали? Ну, тому и продавайте. А прибыль, пожалуйста, государству сдавайте. Почему? В чем разница в том, что прибыль переходила в руки государства. Вот и все. А сколько переходило? А вы самостоятельные предприятия? Самостоятельные. Так вы себе в 100 раз больше зарплаты сделаете. И прибыли будет очень мало. Например, так действуют сейчас наши, так сказать, государственные чиновники, которые занимаются управлением экономикой. Вот, например, Роснефть есть. Какая зарплата у членов руководящего органа Роснефти, как вы думаете? Много. Много. Ну, сколько? Не знаете? Это вы не знаете, чтобы не умереть от ужаса. 28 миллионов в месяц. В месяц. Ну, с точки зрения… Считает. Нет, считает. Потому что вообще, если по Трудовому кодексу зарплаты считаются все выплаты работнику. Все. И компенсационные выплаты, и премии. Премия – составная часть зарплаты. А они как-то говорят, нет, вот у нас зарплата маленькая, это премия. Маленькие – 28. А чем премия есть? Нет, это все вот, если посчитать. Ну, вот есть середняки такие, как «Газпром» – 15 миллионов в месяц. Или есть бедняки, как «РЖД» – 5 миллионов в месяц. Вот вам давали бы 5 миллионов, вы бы все время скучали. Что мало? 5 миллионов в месяц. А сколько там зарплаты? А зарплаты мы легко посчитаем. Если у нас зарплата шахтера не выше 50 тысяч, самая трудная работа, какая есть, от нее умирают. Причем убирают, не доживая ни до каких пенсий. И болеют страшно, и прочее. Понятно, все время под угрозой жизни. Ну, сверх, если вот взять 28 миллионов, то там 27 миллионов и 950 тысяч – это прибавочная стоимость, прибыль. И 50 тысяч – зарплата. Ну, так так же и при этой национализации советской, ленинской, какой хотите. То есть, если я директор завода, так я же решаю, я же все делаю, я прибыль должен отдать. А как прибыль? Учисляется. Сначала надо издержки вычесть. И что останется? Отдать государству. А что останется? А вот, чтобы много не отдавать, надо больше набрать свою прибыль. Так же делал и товарищ у нас, кандидат, президент от КПРФ. Как его звали? Свежий какой? Свежий. Грудинин. Грудинин. Он говорит, мы дивиденды не выплачиваем. У нас нет дивидендов. Это значит, вот я бы вас собрал, вы бы все участники были моего этого самого предприятия, акционеры. И вас собрал, вы говорите, дивиденды не выплачиваем. А почему мы не выплачиваем? Потому что у нас вот их трое и я. У нас контрольный пакет. Вот мы будем решать. А вы ничего не решаете тут. Мы решили дивиденды не выплачивать. А что сделать? А все эти деньги мы просто как зарплату себе выпишем и все. И у меня будет золото за границей. Как у Грудинина. И много-много счетов, которые никак он не мог закрыть. Уже все там надо в ЦИК внести, он все пытается закрыть. А еще открываются новые, новые счета и так далее. Жулик. Вот. Кандидат в президенты. А те, которые выдвинули, дураки. Потому что дураки, которые не могут разобраться в том, что такое зарплата, а что такое прибавочная стоимость. Поэтому вот если я вам что-то в подробностях рассказываю, чтобы вы-то в положении дураков не были. Скажете, конфликтологи, которые не соображают, что происходит. Ну конфликтолог, который не соображает, что происходит. Конфликтолог, что ли? Ну это не конфликтолог, это у нас черт-то что. Ну вот. Таким образом. Что у нас получилось в итоге этой операции национализации, начало планирования? Что у нас получилось пять экономических укладов в период становления коммунизма. Значит, у нас становление в чем состоялось? С одной стороны, развивается движение к коммунизму, коммунистическая часть развивается. С другой стороны, буржуазия, которая оставалась, и можно было трех работников иметь, она может развиваться тоже. Но не сильно, ее ограничивают. А мелкие буржуа во что развиваются? В буржуа. То есть вовсю в деревне развивается капитализм. То есть обратная тенденция в сторону коммунизма к капитализму. И вот у нас получилось пять укладов экономических в одной стране. То же самое и в Китае сейчас пять. Это коммунистический уклад. Скажем, вот в Китае сейчас тринадцатый пятилетний план осуществлять. Тринадцатый. На кого он распространяется? Ну только, прежде всего, на государственное предприятие. А государственное предприятие там вырабатывает пятьдесят пять процентов ВВП. У нас сейчас в России семьдесят процентов ВВП. Но это вот так. Это вот в таком они состоянии, в каком были в период НЭПа у нас предприятия. То есть что хотят, то себе устанавливают, какую хотят зарплату. И все время говорят, медведев денег нет. А почему нет? А потому что они все ушли в карманы этих наших экономических чиновников. Итак, первый уклад коммунистический. Вот он все время развивается. Все большее число из предприятий. Это все же государственные вот в этом секторе госкапитализма. Государственного капитализма, когда есть предприятия. Предприятия формально советские, формально государственные, а по существу капиталистические. Все капиталистически идет по-прежнему. И вот оттуда все время уходят предприятия и попадают вот сюда. По мере развития планирования. Быстро растет сектор коммунистический. Уклад коммунистический. Уклад капиталистический убывает. Где? В госкапитализме. Мелкобуржуазный уклад. Ну как ему положено. Это кто такие? Мелкий хозяйчик, работающий на юною. Он разлагается на буржуазию, которая растет. И на рабочих, которые опускаются вниз. Правильно? Потому что мелким буржуа долго не проживешь. И есть патриархальное хозяйство. Как говорится, люди слыхом не слыхали ни про революцию, ни про революцию. Мы морковку и капусту выращиваем. И нам единственное, что нужно соли купить и гвоздей. И может подсолнечного масла. Больше нам ничего не надо. Сливочное мы сами собьем. У нас корова есть. То есть главным образом существует без обращения к рынку. Производят не для обмена, не для продажи, а сами для себя. Огурчики вы вырастили, в баночки закатали. Нас пригласили. Мы эти огурчики достались, картошечки хорошо и съели. И все. Красота. Зачем нам эти уклады? Капитализм ваши, социализм и другие всякие науки. И конфликты. И никаких конфликтов нет. Наоборот, встречаемся, угощаемся. Красота. Переходите в патриархальный уклад. Короче говоря, вот пять укладов. Вот это становление социализма. Вот оно идет. В городах крупные социалистические предприятия начинают, что делать? Закрывать частные или просто вытеснять экономические? А зачем их закрывать? Вот вы производите продукцию. И я произвожу продукцию. Ну, у меня на предприятии пять тысяч человек и современная техника. А у вас старая техника. И вы там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Будут покупать мою продукцию. Она дешевле. Я потому что могу по более низкой цене. А вы не можете снизить. Вы иначе вообще ничего не получите. Вы разоряетесь. Не волнуйтесь. Идите к нам. У нас есть рабочие места. То есть в городах потихонечку ликвидируется безработица. Капиталисты, которые были в городах, разоряются. Почему они разоряются? Ну, потому что они, так сказать, они ограничены размерами. А крупная собственность общественная растет, 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 растет. И у нас город уже стал к началу 30-х годов социалистическим. Город. А деревня? А деревня к началу 30-х годов как была капиталистическая, но к концу 20-х так и оставалась капиталистической. То есть с таким стихийным путем не может пройти ничего другого, не получится, кроме того, чтобы в деревне господствуют капиталисты аграрные, сельскохозяйственные, то есть кулаки. Поэтому в деревне должна еще проходить революция. Хотя для страны это в целом становление. А там еще революция. А как революция? Вообще как она называется революция в деревне? Не слышали, нет? Социалистическая революция в деревне как называется? Ну была частная собственность, стала общественная собственность. Форма общественной. У нас вообще вот государство, она общественная собственность или была форма общественной собственности? Видите разницу? Давай так, это будет ваш телефон, но как форма моей собственности. То есть вы будете его приносить, а как только вы сюда принесете, я буду по нему звонить. А вы по нему, пожалуйста, не звоните. Это что будет? телефон как форма вашей собственности, а на самом деле это по форме ваша, а по сути моя. Так и здесь. Государство, если государство же рабочего класса, поскольку рабочий класс выражает коренные интересы всех членов общества, поэтому получается, что государственная собственность есть форма общественной. Мы же если рассматриваем становление коммунизма, это становление, рассматривать собственности общественные, а не государственные. Так вот, государственная не бывает бесформенная, она будет в форме государственной собственности. Но если это государство буржуазное, то не будет общественная собственность, а будет просто крупная буржуазная частная собственность. В России есть государственная собственность? Есть. Это что такое? Это частная собственность класса капиталистов в целом. Есть совместная собственность, а есть поделенные. Совместная собственность у нас 70%. у капиталистов российских. 70% совместная. А чем хорошо иметь совместную собственность? А вот так, где Арибаску придавят за границей или там кого-нибудь еще. А тут они и с ракетами, и с самолетами, и с посейдонами. И можно тогда спокойно себя чувствовать. У тебя не съест американская или английская, или французская акула капиталистическая. Правильно? Потому что у нас все кусается. Спасибо Советскому Союзу. Наделал много ракет и ядерное оружие. Так, поэтому в деревне, если мы соединим мелких частных собственников в более крупных частных собственников, получится общественная собственность? Вот просто если соединим, я продавал он отдельно, он отдельно, он отдельно. А теперь мы втроем будем, совместно продавать. Производить и продавать. Ну, будет у нас тройной частный собственник. Но частный же собственник все равно. Поэтому просто от соединения, от кооперации как таковой не получается никакого социализма, никакой общественной собственности. А если эта кооперация опирается на поддержку государства, а какая поддержка планировалась у нас в 30-е годы? Чтобы создать 200 тысяч тракторов и обеспечить их село. 200 тысяч тракторов. Создать деревни советские хозяйства, которые государственные предприятия. и установить закупочные цены. Хотите по закупочным ценам производить? Все, пожалуйста, вы производите. И вы включаетесь в общую систему обеспечения общественных интересов. А если вы не хотите, вот вы можете производить, хотите гречку, хотите пшено, хотите рожь. А трактора будем давать только тем, кто будет производить рожь. И что вы будете делать? Ничего не будете делать. Вот он будет России развиваться, а вы будете худеть и растворяться. Поэтому коллективизация, которую вы слышали, знаете, это была форма совершения социалистической революции деревни и форма подчинения производства сельскохозяйственного общественным интересам. Вот когда производство стало подчиняться общественным интересам, тогда и вот этот сектор сельскохозяйственного производства тоже стал основываться на общественной собственности. Но в городе это в основном государственная собственность, а в деревне государственная совхозы и кооперативно-колхозная. И машино-тракторные станции, которые держат в руках решающие средства производства и определяет, кому что давать. Это что такое? Это тоже государственная собственность, как форма общественной. Поэтому так не обстоит делать, что просто есть мелкие буржуа, которые собрались в кучу, они включены в общую систему подчинения производства общественным интересам. А когда производство подчиняется общественным интересам, это какая собственность? Общественная собственность, это когда я напишу сверху, что вот этот Кировский завод, собственность общества. Или когда на самом деле с Кировского завода пойдут трактора в интересах общества туда, где они нужны. То есть смысл-то собственности не в том, что вы написали. Да вот сейчас сколько хочешь людей ходят и с красными флагами, и со звездами, и с серпом и молотом, а это ни о чем не говорит. У нас сейчас боевой флаг какой? В России. А? Ну если так ходить, вот так ходить, государственный флаг у нас полосатый, да? А если вас пошлют умирать, под каким будете умирать? Под красным будете умирать? Сверху? Да. Ну как вот, полковое знамя, вы видели полосатый? Видели, нет полковые знамена? Нет. Красные знамена. Это Ельцин увел. Ельцин враг коммунизма. А на праздник трамвайчики не видели, с красными флажками едут? Пады иногда разделяет эти три цвета. Белый, красный и синий. И отдельно белый, отдельно синий, отдельно красный. У нас всякие есть. У нас есть голубые, у нас есть белые и у нас есть красные. Поехали. Видели так? Три флажка висят отдельно. А не знамя. Это, конечно, такая хирургическая операция над российским флагом совершается. Довольно странная. Потому что взятые по отдельности, они имеют другое значение уже. Ну что? Я думал, вы из памяти будете доставать. Мне интересно. Я вам компьютер заменяю. Заметили, нет? И только не надо еще нажимать. Само говорит. Тоже хорошо. Могель. Тоже хорошо. Ну вот, в итоге, когда завершилась коллективизация? Коллективизация завершилась в начале 30-х годов. И что получилось? И получилось, что получилась система подчинения производству общественным интересам. И к моменту, вот, скажем, перед, до войны оставалось еще, ну, считайте, больше, чем 10 лет. За это время экономика набрала такие темпы и такой уровень, что даже, при том, что немецкая разведка была хорошо поставлена, они себе не представляли, что вот такого уровня вооружения будет. И что вообще наша промышленность выдержит этот удар. Ведь у нас же, мы же перемещали промышленность на восток. Перемещали, и Вознесенский этим занимался Николай Алексеевич. Братец его был ректором здесь, в нашем университете. А вот Николай Алексеевич, член политбюро, вот он занимался этим делом, перемещением промышленности на восток. Приезжали, снимали здесь, так сказать, средства производства, на новом месте устанавливали в Сибирь. И начинали работу. Например, у нас был Сесаревский оружейный завод. Он в войну производил пистолеты, пулеметы и другие, еще в Петровское время пушки производил. Потом он стал Сесаревским инструментальным заводом. В войну его эвакуировали, ну, потому что мы были тут на линии фронта. Эвакуировали в Новосибирск. В Новосибирске тоже есть инструментальный завод. А теперь инструментальный завод в Новосибирске остался. А дорогая Валентина Ивановна Матвенко продала инструментальный завод Сесаревский американцу. Американец что сделал? Взял, привез машину мусора и засыпал в футбольное поле, через которое прошли все дети и все жители этого самого Сесаревска. И угробили, и там этот завод стоит просто как куча зданий и все. А это был, это Марко СИЗ был, Сесаревский центральный завод. Мало того, что он был, винтовка Мосина там производилась. И Мосин это и конструктор, и генеральный директор. Улица Мосина осталась, здания остались, завода нет. Валентина Ивановна сама предлагала, там будет так здорово, там будут новые места, там будет новое жилье на месте предприятия. По принципу, как вот, помните, как в русских сказках, не просто я вас вымою, выпарю и поджарю и съем. Нет, еще на косточках надо покататься. На косточках этого самого Сесаревского инструментального и оружейного ранее завода еще и покатались американцы. Вот они сейчас в американской собственности, там территория куплена за бесценок. Потому что если купить земли, то очень дорого. А если купить завод, на котором стоит, в котором прижит земля, это дешево. Завод угробить, а земля останется. Можете на ней строить что хотите. Такая операция. Или там, скажем, на выборской стороне был завод Карла Маркса и проспект Карла Маркса. Значит, сначала сняли памятник Карлу Марксу, а Энгельса не тронули, потому что он капиталист. Пусть остается проспект Энгельса. Потом, значит, сделали Большой Самсоневский вместо Карла Маркса. И там был завод, который производил Катюши. И потом вот новые средства ПВО. Машинские ракеты. Сейчас вот подчистую там все убрано. Убрано. Или, скажем, вы можете видеть у метро «Новая деревня». Кирпичный, такая вот очень. Ограда очень хорошая, серого кирпича. Селикатного. Это что такое? Это северный завод. А что он производил? Ракетный комплекс. Единый ракетный комплекс. С-300. И что там? А ничего. То и место. То есть, так сказать, сейчас мы видим такой процесс деиндустриализации. А был процесс индустриализации. Потому что, если бы не было процесса индустриализации, не выиграть в Великой Отечественной войне. И вот Сталин говорил, что другие страны вот этот путь пробежали за 100 лет. А если мы за 10 лет не пробежим, тот путь, который другие проходили за 100 лет, нас сомнут. И мы пробежали. И мы к началу войны уже имели самое передовое вооружение, которое запускалось в серию, но еще мало производилось. И танки Т-34, и пушка, которая у нас, Грабина, которая, так сказать, по инициативе самого Грабина была произведена. И народ, так сказать, творил. Рассказывает Грабин, конструктор этой пушки, как ее привезли. Поскольку товарищ Арджоникидзе поддерживал разработку соответствующих работ, ее привели в тайне, привезли в Москву на показ в тайне от начальника вооружения, которым был Тухачевский. И привезли прямо на... А покрасили в такую краску, какая была на заводе, в оранжевую. И вот привезли и поставили на полигон, где будут стрельбы, которые должен организовывать, принимать Сталин. Вооружение военное. Утром Тухачевский обходил эти все сараи, где проходят, где стоят орудия. Это что за чудище? А это вот мы привезли, значит, хотим показать. Не будем показывать. И вот построили всех. Значит, Сталин выступил. Значит, что вот мы сейчас будем смотреть те орудия, которые нам понадобятся для борьбы с возможным врагом. Есть вопросы? И Грабин говорит, есть. А вот мы, говорит, привезли хорошую пушку, а товарищ Тухачевский не хочет нам давать ее показать. Ну вот с нее и начнем, говорит товарищ Сталин. И стреляет, и стреляет, и стреляет, и стреляет, и стреляет. Они как проверяются? Ну, если она не выдержит много часов стрельбы, раскалится, лопнет там или треснет, то тогда такую не берем. Ну, стреляет, стреляет уже. Что бы они делали, она все стреляет. Так, все, говорит, ее берем в серию. И пошла эта пушка, которая была основной пушкой Великой Отечественной войны, и на танке Т-34 она была установлена в модификации. Готовили. То есть общественная собственность, ее смысл-то в том, что это те производственные отношения, которые дают более быстрое развитие производительных сил. Быстрое развитие производительных сил и шло. Очень быстрое. И темпы роста были, ну, и одна, и девять, и не 0,5. 18%, 12%. После войны производительность труда в 50-х годах была еще 10%, вот в 50-х стало падать. Вот это было становление чего? Социализма. А после 91-го года началось становление капитализма. А в становлении есть две противоположные тенденции. Одна за социализм, за то, чтобы его, так сказать, снова вернуть, а другая противоположная. И они борются. И если мы вообще понимаем, что такое становление, то у нас понимание общественной жизни становится более глубоким и более красочным. И мы всегда различаем борьбу противоположных тенденций, представители которых постоянно борются между собой. А раз они борются между собой, то, следовательно, они конфликтуют. А раз они конфликтуют, то смысл, я, так сказать, вот того, что вам хотел рассказать, что у вас работа будет. Все хорошо. Чем большее становление, не надо никуда переходить, пусть становится. И будет у вас много работы. Больше становление. Больше конфликтов, хороших. Меньше шансов по времени ищите. Да. Вам песню строить, нам жить помогать. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Продолжение следует...